Всем привет, меня зовут доктор Табеков, я врач-онколог и это канал На Пульсе. Это видео из темы почек и сегодня поговорим о камнях в почках. Какие бывают камни, от чего это зависит и что с этим делать. Поехали! Как же камни в почках проявляют себя? Они могут сидеть себе спокойно в почке и никак не мешать, но иногда они могут пойти ниже, закупорить мочеточник, вызвать боль, вызвать задержку мочи и вплоть до гибели почки в дальнейшем, если процесс затянуть. Обычно боль невыносимая, очень тяжелая, человек не может найти себе положение. Болеть может по бокам живота или в пояснице, если камень низко, может болеть в районе мочевого пузыря, в паху и может повышаться температура тела. Камни могут иметь несколько разный вид, если, допустим, это аурат, они могут выглядеть еще и по-другому, так что сильно внимания не обращайте. Но самое главное, мы сейчас кратко пробежимся по их характеристикам. Самый частый, самый распространенный, это 85% приблизительно, это камни оксалаты, то есть камни щавелевой кислоты. С чем же они связаны? Ну, во-первых, малоцитрата, цитрат это лимонная кислота, малоцитрата в моче. Следующая, передозировка витамина С, который будет повышать кислотность мочи, то есть снижаться PH мочи. И нарушение различной всасывания в кишечнике или мальабсорбция, например, болезнь крона. Камешки эти обычно мелкие, они, если небольшого размера, обычно до 6 мм, они могут выходить консервативным путём, то есть дают обильное питьё, дают спазмолитики, чтобы снять спазмы мочеточников, чтобы они расширились, чтобы эти камни вышли. Стоит заметить, что ещё существует мочекислый диатез, когда выходит просто песочек. В анализе мочи можно увидеть соли, оксалаты, плюс стоит, или несколько плюсов стоит. Это значит, что у человека они выпадают в осадок, и это не очень хорошо, потому что это повышенный риск образования оксалатных камней в будущем. Про камни оксалаты мы поговорим в следующем отдельном видео. Ещё один тип камней – это ураты, или камни, в составе которых мочевая кислота. Что приводит к выпадению мочевой кислоты в осадок и формированию камней в почках? Это малое употребление жидкости, естественно, чем сильнее промывается, тем меньше вероятность того, что будет выпадать вообще какой-либо осадок, поэтому это касается всех камней. Дальше слишком кислая моча, поэтому лечением таких камней и профилактикой таких камней, или если видите у себя в анализе, что у вас много солей и мочевой кислоты в анализе мочи, значит, у вас, возможно, слишком кислая моча. Как это увидеть? PH будет 5, может, 4,5, и вам надо его повышать, чтобы было большее значение, потому что в кислой среде мочевая кислота будет выпадать в осадок. И еще много мочевой кислоты в крови, соответственно, она будет попадать в мочу. Слишком много, то есть повышенные уровни, если вы сдадите биохимический анализ крови. Такое можно наблюдать при, допустим, подагре, при лейкемии, при некоторых опухолях, при разных совершенно состояниях. И самым распространенным препаратом является аллопуринол, который будет понижать уровни мочевой кислоты в крови. То есть в зависимости от причины нужно либо понижать уровни в крови, либо стараться ощелачивать мочу, как это сделать? С помощью лимонной кислоты, с помощью цитрата, муха летает, и повысить употребление жидкости. Конечно же, ваш доктор расскажет вам, что в вашем случае нужно делать в первую очередь. Но употреблять жидкость – это вообще самое универсальное средство от камней. И еще один тип камней – это фосфаты, так называемые рога оленя. Эти камни сидят в почке, и они больших размеров, и если сделать рентген, можно увидеть такие вот они, прям как рога оленя, потому что они повторяют внутреннюю форму почек. Эти камни, они связаны с инфекциями, обычно это какие-то бактерии типа протеоклипсиелы, которые будут ощелачивать мочу. Соответственно, при таких состояниях нужно, во-первых, лечить бактерии, нужно повышать кислотность мочи, то есть снижать pH мочи в анализе крови. Если вы сдаете анализ крови, там есть pH-показатель кислотность. И если камень такой уже сформировался, то его удаляют. И хотелось еще сказать, что камни мочевой кислоты, они не видны на рентгене. Бывает еще один тип камней, который является очень редким, генетическим, и о нем мы здесь говорить не будем. А в следующем видео поговорим о самых распространенных камнях, это оксалаты, и вообще с какими продуктами питания они связаны, и вообще что с ними делать. А на этом я с вами прощаюсь, будьте здоровы, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok